Дом, здесь все еще был строительный мусорик, с Димкой мы лазили здесь, он чуть погиб, здесь вот как раз так получилось. Мы строительный мусорик. И знаете, в последние годы я редко приезжал в Орел, и когда приезжал сюда, вот в лес выходил часто, как раз на это место, молился. Здесь вот, в комнате как раз, я умирал, еще подростком тоже, 13 лет, мне еще даже не было 13-летающих. От пневмонии, двустороннего воспаления легких, и врачи уже ничего не смогли сделать. Мама потом мне уже рассказала, когда я учился уже в училище, в художественном здесь, в Орле, в Орле. Как-то мы сидели на кухне, она сказала, что когда, тот раз, говорит, ты умирал, то врач сказал, что поздно, мы уже определили, что была пневмония, двусторонняя пневмония, оба легких оттепли. Но врачи ничего не смогли сделать тогда. И я украл. Но по милости Божьей я вернулся тогда. Воскрес не только выходил из тела, а и снова заходил в тело. И был полностью исцелен. И с того дня, я пытался маме рассказать тогда же. Кстати, сидели мы в комнате, и я пытался рассказать, что произошло. Она думала, у меня просто была галлюцинация. Из-за температуры и вот такой смерти, была галлюцинация. Но это не была галлюцинация, это был Бог, и я был пред Ним. Он дал мне жизнь. С того дня моя жизнь изменилась. До 13 лет я Бога ничего не знал абсолютно. Ни хорошего, ни плохого. Никакой религии не знал я. Ни татарской, ни еврейской, ни христианской. Никакой абсолютно не знал религии я. И мой религиозный опыт начался не с теории, а с практики. Личного знакомства с ним, с Богом, с переживанием моего. С того дня моя жизнь изменилась. А в 88-м году, в 86-м еще, в храме здесь, в Лепешкино, помогал батюшке-отцу Иоанну. А в 88-м, в начале, когда как раз начался 88-й год, отец Иван сказал мне тогда, вот Критович, отец А, старец, в Лепешкино, как раз настоятель, он сказал мне, Сережа говорит, я вижу, тебе нужно быть священником. Я был художником тогда, учился в училище, заканчивал училище Рыбовское художественное. Но он сказал, твоя судьба не художником быть, а священником. Служил в церкви. Я поговорил с мамой, с папой. Дима, он тогда не понял меня тоже. Но, вы знаете, стал служить в храме здесь, в Лепешкино, как чтец, потом как дьякон, потом в Рязани, священником в 91-м году. Потом в Брянской области. И вы знаете, однажды мама приезжала, приехала на приход, где я был настоятелем в Рязанской области. Да, в Рязанской области. А потом в Брянск он только приезжал. Тоже в храм, где я был настоятелем тогда. В селе, просто в обычном селе Брянщина. И мама, когда она была у нас, она тоже, кстати, была на исповеди, причащалась. И она, значит, сказала мне тогда, что, говорит, слава Богу, что ты вот тогда, в 88-м, пошел таким путем. Пошел служить Богу. Несмотря на то, что мы тебя пытались отговорить, говорит, ну, ты пошел таким путем. Слава Богу, что ты выбрал такой путь. Для меня слова мамы тогда были, знаете ли, таким утешением. Потому что мы, даже если мы взрослые уже и большие люди, очень важно нам слово родительское. Потому что мы остаемся детьми. Мне сейчас 45. 46 лет. Я Бога очень благодарю за жизнь, за маму мою, за моего папу покойного тоже. Я остался сиротой. Знаете, я в Библии читал много раз, что Бог есть Бог-сирот. Гдов, да. Ну, самый такой несчастный категорий граждан. Ну, я как бы читал эту Библию, но каждый раз, знаете, думал, ну, это как бы определенная, такой небольшой категория граждан писается больше. Вот пока ехал сегодня ночью. Поездом, который меня встречали, с моим братьям. Ну, встретили, да, на 5 раз. С Брянской уже. Мошильный. Вы знаете, о чем я думал. Сидел еще, слава Богу, что там получилось. Скупать никого не было. Ехал один поездом. В других купе везде были люди, а я мог хотя бы один-один побыть так с Богом. И вы знаете, о чем размышлял? Вот, нет мамы, папы. Но Бог теперь и мамы, и папы, и все. И я очень Бог благодарю за это. И я не сужу ни мертвых, ни живых. И тоже прошу всех не судить строго. И я знаю, что от их лица, прошу прощения тоже, кому может. Особенно за Диму, конечно, прошу прощения тоже. Очень хочется, чтобы здесь вот люди, я не вижу его товарищей, которые вот здесь ходили. И Голышева не вижу тоже, Сережа, и, значит, моего одноклассника, который с ним тоже бил. Он не знает, что его сегодня ходили. Ну, надо лучше, чтобы это пришло. Но хочется, чтобы эти люди, они бросили пить, чтобы они взяли за ум, брали, и непрезвый образ жизни избрали. Хочется, чтобы встали на путь истинный. Сережа Голышев как раз, вот, когда видел в последний раз его, он, значит, просил мне там пару рублей, говорит, на выпивку, и дай, говорит, я сказал, знаешь, Сережа, тебе нужно не пару рублей, тебе нужна не выпивка сейчас, а только нужно покаяться, нужно взяться за ум. Я знаю, что Бог в лилостях. Со святыми у покой Христе души Рабов своих И теженье Полезни печаль Но жизнь бесконечная Святый Божий Святый Божий Святый Бессмертный Помилуй нас Святый Божий Святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, бессмертный, помилуй нас. У меня Отца и Сына, и Святаго. Аминь. Братья и сестры, все, кто пришли, можете попрощаться с мамой, с братом. Можете попрощаться. Мама православная? Мама крестилась, да? Мама, значит, надо съесть? Отпевать. Отпевать? Да, да.